И снова здравствуйте! Сегодня наша речь пойдет, как вы можете видеть, не о варане, а о кое-чем другом. А точнее, о головастиках лягушек. Вот у меня тут небольшой лоточек с головастиками. Сама эта идея мне пришла на ум после неудачи словли лягушек. Я был очень разочарован, расстроен, что поймал все-таки не лягушек, а жаб. Поэтому, почитав про лягушек, я нашел скопление икры, которое соответствовало полностью помета травяной лягушке. И среди них набрал вот таких головастиков. Тогда было у меня начало мая. И плотные такие комки, не нити, которые откладывают обыкновенные серые жабы, а именно комочки с икрой, которые откладывают травяные лягушки. Собственно, из этой кладки получились вот такие вот головастики. На самом деле, опыт у меня был достаточно длительный. И первое время я держал головастиков вот в подобной коробочке, в подобной лоточке, на террариуме. Но, как позже я выяснил, при постоянной смене воды, которая им крайне необходима, они очень болезненно переносят и разницу в температурах. То есть, сам по себе лоток нагревается, находясь на таком вот освещенном террариуме. Поэтому быстрая смена воды, когда требуется заменить воду, наполненную отходами, они не переживают и быстро погибают, к сожалению. Так я потерял очень-очень многих головастиков, но десяток самых стойких. Я принял решение переселить из таких лоточков в полноценный аквариум. Собственно, я записываю это видео для того, чтобы... Ну, потому что головастиков гораздо легче показать. И гораздо легче показать сам аквариум. Большое спасибо моим коллегам по работе, что предоставили мне в свое время вот такой вот самодельный аквариум. В нем я налил примерно 4 литра воды, отстоявшейся около трех суток. Ну, а до того, как отстоялась, я ее прокипятил. То есть, у нас здесь кипяченая отстоявшаяся вода. Привязательно 4 литра. И скоро я выпущу головастиков обратно. Собственно, можно заметить, что помимо самих головастиков, тут находится так называемая водоросль кладофора. Собственно, я ее тоже купил для того, чтобы она фильтровала воду. Вместе с водорослью, без подогрева какого-либо, эти 10 головастиков прожили фактически больше 10 дней. Ну, конечно, при учете регулярной смены воды примерно раз в три дня. Ну, и естественно, я купил фильтр. Точнее, не фильтр, а компрессор для того, чтобы раза два-три в день обогащать воду кислородом. Поскольку головастики у нас все-таки пока еще ближе к рыбам, чем к амфибиям, и дышат через жабры. Вот тут у нас можно видеть самые разнообразные размеры. От маленьких, которые еще были в водоеме, в пруду, буквально несколько дней назад, до более крупных. Большинство крупных, конечно, я тоже выловил из водоема. Но самые крупные экземпляры оказались именно та десятка, которая пережила все мои предыдущие эксперименты. Телефон плохо фокусируется. Из-за шевеления. Можно, кстати, увидеть, что у некоторых головастиков уже потихоньку образовываются отростки сзади хвостов. Так называемые ноги. То есть в аквариуме при комнатной температуре, при невысокой комнатной температуре приблизительно градусов 20. Ну, какая сейчас у нас, может быть, в неотапливаемой квартире в середине, ближе к концу нашего мая 2020 года. Собственно, при температуре 19 градусов они успешно развиваются. У некоторых заметны ножки. И, надеюсь, через приблизительно две недели некоторые из них уже станут сигалетками. То есть маленькими лягушон, лягушатами. Для чего я, собственно, выращиваю лягушек? Основная моя идея была в том, что для разнообразия питания капскому ворону хорошо бы кушать и лягушат. Но пока они растут, я проявляю всю необходимую о них заботу. Свойственную любителю, конечно, а не профессионалу. Вот при наличии таких водорослей и фильтрации воды, я кормлю их, как некоторые рекомендуют, детской молочной смесью. Но это изредка, поскольку она сильно замутняет воду. Основным же кормом является стандартный рыбный корм и корм для лягушек. Сейчас достану, покажу. Вот, собственно, такой вот корм для маленьких рыб. Они его неплохо едят, главное не перебарщивать. И корм для амфибий. Вот такие гранулы. Конечно, вначале они их не ели, но через несколько часов уже можно заметить, что они их очень быстро поедают. Собственно, здесь у меня сейчас 25 головастиков. Если правильно посчитать, может быть даже 26. Когда вылавливал, не считал. Но на вид именно столько. И я очень надеюсь, что сумею в домашних условиях вырастить из них лягушат, а возможно даже лягушек. И со временем канал обогатится не только вараном, но и лягушками. Ну, а также способами кормления варана лягушкой. Да, в этом им не позавидуешь. Ну, их будущее в моих руках. Ну, а пока что можно наслаждаться их приятным обществом. В специально оборудованном аквариуме они вполне заменяют тропических рыбок. Хоть не такие яркие, но, тем не менее, такие же подвижные и забавные. И приятно наблюдать за их метаморфозом. Продолжение следует...